всем привет приехала новиночка 22 года это викоптер l100 вроде называется в такой обычной сумке для недорогих дронов ну давайте покажу пульт с дисплеем но такой вот чем-то и покрыт таким приятным на ощупь но пульт конечно дешевый антенка одна муляж одна живая телефон сверху крепится сюда тоже будет плохо держаться здесь очень узенькие эти поля в общем пульт дешевый и что тут на экране уже непонятно это выспалась как-то грязь что ли видно не видно или ты крана поэтому такой дешевый кран там кристалл эти давятся видим видно не короче не суть викоптер аккумулятор вот так это выглядит мне как обычно не повезло в коробке он пришел значит один луч фиксируется слышим как щелчок защелкивается второй просто болтается как угодно но он достаточно туго ходит поэтому конечно можно выставить его примерно аккумулятора двухбаночные вот так выглядит все не очень здесь все внутренности видно какая-то вмятина здесь даже не знаю то ли это расплавилось или так и должно быть углубление емкость 1800 миллиампер дубаночный так сказать крышечка подвеса такая тоже не очень вверх и офиг снимешь отсюда защелки очень мощная а сам подвес в ней не фиксируется он так западает общем подвес двух осевой электронная стабилизация изображения вроде как имеется по крайней мере заявляют и камера 2 и 7 к наверно все таки обманывают до запись есть на карту памяти снизу есть оптическая стабилизация и светодиод все в принципе давайте включу нажимаем держим так включается все тут горит мигает снизу сразу загорается делать внутри что-то светится непонятное значит включаем путь все это соединяется но и как бы дальше идем во первых тоже дрон чем-то покрыт но видно что все в принципе такой вот ну дешевый вот прямо страшно тронуть может отломиться вот слышите еще звук это работает подвес так шуршит дешманский подвес работает вот так часто было слышите ну вроде он работает вот скачиваем приложение вот здесь эту инструкцию есть qr-код по нему скачем приложение называется vs gps pro но она у меня как бы есть но я все равно его удалил и скачал вот это думаю мало ли какие-то там обновления еще что-то что происходит я правда сейчас на телефон на это снимаю поэтому не покажу на на слово поверьте в приложение он заходит но видео не транслирует и впв нет хотя реагирует на нажатие видео фото там выскакивают все эти значки что идет запись да ну нет и впв трансляции подключать его посредством вай-фай дрон раздает вай-фай сеть мы подключаемся к этому самому к телефону открываем приложение ну и в общем впв нет не думать что как на хабсанзин надо взлететь чтобы она появилась нет даже когда мы взлетаем он ничего не появляется ну в общем видимо шлейф там как бы неисправен фиг его знаю ну по сути все равно буду сдавать да вот с таким лучом как бы он не нужен поэтому не передает и второй момент я пробовал карты памяти сюда вставлял разные ну штуки 4 наверное попробовал и форматировал их и по всякому через приложение попытался их отформатировать в общем нифига не записывает я нажимаю на запись индикация включается что идет запись да ну так то есть нажимаем есть индикация что включена запись карта памяти там вставлена выключаем запись на карте памяти нифига нет вообще никаких не папок ничего не фото не видео то есть то же самое из фото но около 4 или 5 пробовал и разных сди карт короче нифига не работает но он летает да он взлетает оптической стабилизации не работает все у меня в комнате светло пол с полосочками все хорошо все дроны цепляются за этот пол по оптической стабилизации этот не цепляется да он взлетает и постоянно куда-то несет в сторону я еле с трудом справляюсь как бы чтобы он куда-то не врезался работает достаточно тихо но оптическая стабилизация не работает а на улице я его проверять то и не пойду в принципе нафиг надо все равно камера не транслирует изображение она ничего не пишет луч сломан как бы если его ушатаю там на улице то мне его потом будет не поменять что спор я уже открыл по причине того что сломан тот самый луч давайте покажу вам просто как он делает калибровку этих вот моторов и запускает винты ну хоть что то то есть вот так вот его видно отключаем gps и разводим стики в разные стороны он сделает калибровку в одну сторону другую а потом запускаем ну собственно если мы поворачиваем влево или вправо и достаточно тихо то моторы начинают соответственно видеть себя поворачиваем влево например вокруг своей оси теперь вправо моторы покрытия ну в общем он летает на улице я не конечно не проверял и не буду как он будет по gps держать будет унитазить не будет это непонятно заказывать еще один такой дрон ну не знаю вряд ли я буду стоит 15000 но он не понятно что камеры не будет снимать 2 и 7 к но не могу утверждать это но вероятнее всего не будет думаю что даже не будет как на f11s ну ладно будут еще обзоры посмотрим но на вид все такое очень хлюпкая ну не знаю в общем не как обычно не повезло все буду возвращать спасибо за просмотр всем пока